привет друзья недавно в челябинске состоялась международная выставка кошек осенний блюз было множество интересных пород но мы сегодня расскажем о самых добрых породах кошек итак начинаем а начнем рассказ с породы рек долл это красивая крупная кошка с роскошной густой шерстью она деликатно спокойно дружелюбно и беззаветно предано своему хозяину это одна из крупнейших домашних кошек 3 после саванны мейн-куна отличительная черта породы низкий тонус мышц определяющий расслабленное состояние животного и способность буквально обмекать человеческих руках достаточно просто поднять кота чтобы понять почему его назвали риг долл по-английски тряпичная кукла эта порода очень нежные они ласковые добрые и миролюбивые центр вселенной для них хозяин во внимание которого они постоянно нуждаются кошки чудесно уживаются со всеми членами семьи они отличаются общительностью дружелюбие риг доллов распространяется и на других под домашних питомцев малыши обожают играть с этими животными тряпичными куклами и можно не остерегаться что животное поранит ребенка код абсолютно не агрессивен последние годы очень популярна порода британские короткошерстные кошки редкий пример полного соответствия внешности и внутреннего мира по характеру эти плюшевые увольни и вправду напоминают любимых мягких игрушек из вашего детства а особенно и улыбчивое выражение круглой мордашки когда-то сделал их реальным прототипом чеширского кота из истории о приключении алисы добродушные и неприхотливые компаньоны прекрасно вписываются в жизнь практически любого семейства не требуя абсолютного внимания к своей персоне но это не означает что они равнодушны хозяевам напротив представители породы очень привязчивы к своим людям и часто за компанию с ними перемещается из комнаты в комнату но делают это не навязчиво британская британская кошка золотыми окрасами вот какая у них тут нежная любовь между собой это не так друг друга успокаивают все-таки выставка для них большой стресс и к людям они такие же добрые обычно это получается это британская короткошерстная а вот этот тоже британская короткошерстная это вся порода британская короткошерстная а почему такие большие отличия у них во внешнем виде это не отличие это котята это уже подросток то есть это вот такие они будут это размера это больше еще будет размера это подросток еще маленький, а эти 4-месячные, а это год и месяц. Они без проблем впускают в круг близкого общения и других домашних любимцев. Котов, собак разных пород и размеров, рептилий прекрасно ладят с детьми, при условии, конечно, что малыши не будут усердствовать в проявлении нежных чувств к ним. Короче, это настоящий добряк. А как вам нравится эта порода? У нее плотная, волнистая шерсть и называется она Корниш-рекс. Вместе с аристократичной внешностью и характеру кошки-рексов аристократичный. Они не лазят на стол хозяев, не мяукают без дела, их забавы не доставляют хозяину беспокойство. Кошки Корниш-рекс очень послушны и сильно привязаны к хозяину. Их легко воспитывать. Отличительная черта характера – это их игривость. Кот или кошка Корниш-рекс отличный друг и детям и взрослым. Следующая замечательная порода – британская длинношерстая. Эти кошки обладают спокойным, уравновешенным, дружелюбным характером. Они любят побыть в компании и с хозяином, с удовольствием принимают ласки и поглаживания, но иногда стремятся побыть в одиночестве. Кошку можно оставить одну на целый день, абсолютно не переживая из-за ее состояния. Отличительная черта британца – чрезмерное спокойствие. Такую кошку очень сложно вывести из себя. Оно с удовольствием путешествует и совершает визиты к ветеринару. Как называется эта порода? Битанская длинношерстная. У этой породы несколько расцветок. Не будем вдаваться в детали, но это очень ценные, очень красивые расцветки, выставочные, так называемые. Хотя мне, честно сказать, все цвета этих кошечек нравятся. Главное, что они очень добрые, доброжелательные и милые. Какой хвост, а! На это можно смотреть бесконечно. Итак, переходим к совершенно необычной породе – канадский сфинкс. У этой кошки совершенно отсутствует шерсть на теле и усы. Поэтому она не умеет ловить мышей и вообще без человека, конечно, в дикой природе не выживет. Канадские сфинксы покладисты и любвеобильны. Они нуждаются во внимании хозяина, а также рады удовлетворить его потребности в общении. Разозлить кошку очень сложно, так как представители этой породы совершенно не склонны к агрессии. Питомцы добры и ласковы. Поцарапать сфинкс может, но делает это очень редко во время незатейливой игры. Они не злопамятны и не держат обиды на хозяев после наказаний. Сфинксы не боятся крупных животных, поэтому легко уживаются с собаками. Питомцы легко уживаются с детьми. Игривый характер животного позволяет разделять с малышом часы его досуга. Способствует этому и отсутствие на коже болевых точек, позволяющие терпеть неосторожность игры со стороны ребенка. Вообще у этих кошек множество способностей и талантов. Самых разносторонних, но это тема для отдельного разговора об этих животных. Да, он хочет домой кушать, писать, какать. А теперь поговорим о майн-кунах. Это одна из самых больших кошек. Майн-кунов часто называют кошками-компаньонами. Они дружелюбны, в меру спокойны, но при этом достаточно серьезны и вряд ли оценят понебратство. Кошки майн-куны легко приживаются в семье, но при этом обязательно выделяют одного человека, за которым будут ходить хвостиком. Еще одна во всех смыслах замечательная особенность породы. Тонкий и совершенно не вяжущийся со стой грозным обликом голосок, благодаря которому куны частенько становятся героями смешных роликов в интернете. Вообще, по поведению, они бывают часто похожи немножко на собачек и ведут себя так же. Вот, а этот, скажите, пожалуйста, это тоже же майн-кун, только... Это майн-кун, только тот красный мрамор на серебре, более мягкий цвет, а этот красный мрамор. Кошки очень доброжелательны, но когда они играют, в силу их размеров, результаты их похожи на последствия небольшой войны. Так что имейте в виду. Еще одна необычная порода. Оцикет. Хищная внешность этого животного обманчива. Оцикет – кошка, характер которой придется по душе всем любителям этих питомцам. Это ласковый и дружелюбный друг, прекрасно адаптированный для жизни рядом с людьми. Они любят разгадывать различные загадки, забираться туда, куда почему-то лазить нельзя. И совершенно не переносят одиночество. Ну и конечно мы не можем пропустить персидских кошек. Это исключительно домашнее животное в буквальном понимании этого определения. Представители этой породы утратили способность к охоте. Они не могут быстро бегать и совершать высокие прыжки. Прогулки на улице вашему любимцу не понадобятся. Персы любят подолгу лежать. Такая малоподвижность характерна для всех представителей породы и не является признаком какого-либо физического недомогания. Персидские кошки очень спокойны и не нуждаются в больших пространствах. Они никогда не будут докучать вам своей активностью и путаться под ногами. Персы очень привязчивы и не любят одиночество. Даже спать они предпочтут вместе с вами в постели. И отучить их от этого сложно. Добрый, покладистый нрав животного позволяет без опаски оставлять наедине с ними даже самых маленьких детей. Владельцы персидских кошек отмечают их высокий интеллект. Они хорошо дрессируются, выполняют несложные команды, быстро приучают складку. В силу равновешенности характера, эти диванные коты легко находят общий язык с другими домашними животными и мирно делят с ними жизненное пространство. Ко всем домочадцам персидская кошка относится миролюбиво и спокойно. Некоторая осторожность может проявляться лишь при появлении незнакомого человека. Но длиться это будет совсем недолго. Следующая порода – британская веслоухая. Вернее, правильно говорить – шотландская веслоухая. Это очень красивая порода. Ее представители имеют сильное тело с впечатляющим строением. Главные отличительные черты – это уникальный внешний вид. Ушные раковины, загнутые вперед и вниз. Эти кошки очень любят детей. Они могут играть с ними часами, ласкаться и дают себя гладить. Также они часто спят с ними или просто лежат в постели ребенка. Хотя животные не очень любят объятия, по сравнению с котами, кошки чаще проявляют ласку и нежность. Они быстро привязываются к хозяину. Они могут полюбить всех членов семьи. Хорошая черта в том, что они никогда не проявляют агрессию первыми. Они не кидаются, не нападают без причины. Именно терпеливость, сдержанность и сделали животных достаточно популярными. Если им что-то не нравится, ну допустим, поведение хозяина, то они просто тихо уйдут в другую комнату. Сейчас я вас поближе познакомлю с замечательным котиком, который приехал к нам в Челябинск на выставку из далекого Санкт-Петербурга. Просто лично мне он больше всех понравился на выставке. Ой, тут волнуется, мы сегодня ночью не спали. Великое ехали. С Санкт-Петербурга. Да, ничего себе. Ну это сразу видно. Поэтому он так немножко... Скоттишфо, шотландская вислоухая. Вот она какая. Порода образована в результате естественной мутации. В Шотландии родилась такая кошечка с такими мушками. И она очень понравилась. И стали закреплять. А с кем скрещивают обычно? Это вот называется Скоттишфоулт. Пара должна составлять Скоттишстрайт. Ага, вот как. Да. И длинношерстная есть такая вариация. Хайландфоулт и Хайландстрайт. Спасибо вам. Как перевозбуждено. Что-то здесь вам дали? Конечно, лучших породий. Первое место. А что в подарках не дали? А вообще статус этой выставки, что это за выставка? А это азиатское континентальное шоу считается. Но все-таки, на мой взгляд, самые лучшие. Это наши домашние беспородные котики. Они самые добрые. В следующем видео мы продолжим обзор необычных пород с кошачьей выставки. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.